Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 11. Для тех, кто просматривает наши записи через интернет, напомню, что данные записи осуществляются с помощью портала экзегет.ру и будут размещаться на портале экзегет.ру и на сайте Сретенского монастыря, в котором и проходят данные записи. Основной акцент в данном псалме сделан на контрасте между лживостью, ложностью человека и божественной правдой. Многие из упомянутых в данном псалме грехов, такие как ложь, лесть, притворство, хвастовство, оскорбление, являются, мы бы так сказали, грехами языка. Язык – источник этих грехов. Угнетение ближнего и бахвальство – вот какова цель лжи на ближнего своего. В противовес им слова Господни, слова чистые. Бог совершает суд между сильным и хвастливым угнетателем и его слабой, бедной жертвой. Вот о чем идет речь в данном псалме, а теперь шаг за шагом рассмотрим отдельные его стихи. Псалом начинается с драматической просьбы «Господи, спаси! Спаси, Господи!». Когда псалмопевец смотрит на то, что происходит вокруг, его охватывает пессимизм. В обществе стало господствовать зло, а число добродетельных людей уменьшилось. Отсюда такое характерное славянское выражение «оскуде преподобный». Две важнейшие характеристики богобоязненного человека в этом псалме особо подчеркиваются. Это «праведный», буквально «хасид», что означает «благочестивый», «верный Богу», «отделенный для Бога», второй стих, и «верный», «эмун». Эти две характеристики «праведный» и «верный» выделяют автора псалма среди общей массы сынов человеческих. Сожаления автора, что не стало, ни праведных, ни верных, не были словами горько разочарованного старика или ссылкой на пророка Илью, который утверждал, что остался единственным пророком Господа в противовес 450 пророкам Ваала, ссылаясь на страдания нищих и воздыхание убогих, которых слушает и посвящает, «поставляет в безопасности Господь». Псалмопевец говорит о неких нас. Следовательно, он не единственный из пострадавших от пресеснителей. О том, что на земле не стало милосердных и правдивых людей, каждый ставит брату своему сеть. Жаловались и многие другие пророки. Михей, Иеремия. Такие обвинения не являются чем-то новым на устах пророков, евангелистов и, мы бы даже сказали, и священников сегодня. Однако не стоит в подобных выражениях прочитывать слова «каждый» и ни одного буквально. Задача псалмопевца была передать общий дух времени, а не провести точную калькуляцию количества оставшихся на земле верных Богу людей. Стих 3 описывает характер поведения коварных людей. «Такие люди идут по лезвию ножа, разрушая, нарушая девятую заповедь диколога. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». В противовес такому образу жизни книга «Притч» учит о честности. Притчи выступают против разрушающей общества клеветы и пустословия, включая распространение сплетен, ложных свидетельств, лести и откровенной лжи. По псалмопевцу есть предосудительное отсутствие гармонии между тем, что говорят эти люди устами, и то, что они думают, скрывая обман в своих сердцах. Буквально говорят от сердца притворного. Подобное лицемерное поведение ярко описал пророк Иеремия в следующих словах. «Язык их – убийственная стрела. Говорит коварно, устами своими, говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». Тут обращу ваше внимание на новозаветные идеи на устах апостола о том, что язык – маленькая часть тела, а сколько пагубы он приносит. В стихах 4 и 5 псалмопевец призывает Бога истребить, буквально отрезать все льстивые уста и скользкие языки, поскольку с помощью языка они хотят доминировать над другими людьми. Блаженный Феодорит приводит много примеров таких людей, которые в превозношении своем стали пренебрегать Богом. Так фараон отказался отпустить евреев из Египта со следующими словами. «Кто такой Господь, чтобы мне слушаться Его?» Рапсак убеждал жителей Иерусалима не верить языкии, не верить то, что языкия предлагал уповать на Господа и не смущаться. Так вот, Рапсак говорит следующее. «Он, мол, Господь, не может избавить вас из руки моей». Навуха Доносор устрашал без трепета. «Какой Бог сможет тогда избавить вас от моей руки?» В стихах 4-6. В стихе 6-м слова Господа о том, что Он ответит на просьбу псалмопевца, как бы цитируются. В этой части псалма автор предстает перед нами, как представитель целой группы неких обездоленных, бедных и нищих людей. Бог отвечает на их нужды, говоря, что Он восстанет, по-славянски воскреснет. Подобные же просьбы к Богу встать или восстать мы встречаем и в других псалмах. В них Бог употребляется воину, который пробуждается, поднимается во гневе на некую высоту, чтобы навести страх на окрестные народы, ударить нечестивых по щекам или по зубам. Это мы в третьем псалме с вами рассматривали. «Применить меч для низложения нечестивых» – 16-й псалм. «Защитить свое дело» – 73-й псалм. «Покрыть угнетенных» – 9-й псалм. «В отличие от лукавых людей мира, слова которых ложь, слова Господа безупречны, они чисты, как очищенные от примесей серебро или, по-другому, драгоценный камень, прошедшие специальную переработку по обогащению, семь раз переплавленное». На обещание Господа поставить в безопасности 6-й стих можно положиться. Несмотря на то, что грешники вокруг разгуливают, рыская в поисках добычи, и человечество восхваляет то, что низко, Господь вовек будет сторожить и присматривать за тем, чтобы род сей, это поколение грешников, нас, больных и нищих, не угнетало. У псалмопевца нет иллюзий в отношении своего будущего. Господь беседовал с ним по данному псалму, но это не привело к мгновенному изменению ситуации. Его все еще окружают нечестивцы, и они успешно распространяют свои низкие идеи. Псалмопевец по-прежнему принадлежит к бедным и нищим, но у него есть гарантия, по крайней мере надежда, что такая ситуация не будет продолжаться вовек. Греческий вариант окончания данного псалма «По высоте твоей ты умножил попечения о сынах человеческих». Более созвучный с идеей, высказанной строчкой ранее, седьмой строкой. «Ты, Господи, сохранишь нас и будешь нас соблюдать от рода сего и вовек». Более, я бы сказал, созвучный, чем еврейский аналог, который звучит в русском тексте так. «Когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Опираясь на греческий перевод, святитель Афанасий делает такие выводы. «Силой твоей ты даровал нам долговечность и вечную жизнь, потому что после спасительного воскресения наша жизнь будет простираться в бесконечные века». На еврейском языке это звучало бы так. «Когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». В таком случае действительно 11-й псалом заканчивается на очень пессимистической ноте. То есть получается так, что хотя слова «Господь нечистые» и «Господь сохранит бедных нищих», но 9-й стих, «но все равно по-прежнему нечестивые ходят и ничтожные из сынов человеческих возвысились». Так завершается 11-й псалом в еврейской Библии. Мы можем сказать, что здесь возможно, следуя традиции еврейского параллелизма, не стоит искать эпилог в последней строчке. Так нередко бывает в еврейской поэзии, что главная мысль стоит не в конце, а где-то в середине. И поэтому нам гармоничнее было бы идти развитию мыслей по греческому тексту. И в таком случае слова «по высоте твоей ты умножил попечение о сынах человеческих» звучит несколько иначе. То есть по-другому. Нечестивые повсюду ходят, но по высоте своей Господь все равно попечение о сынах человеческих не оставил. И в таком прочтении, в частности, которое отражается в славянской Библии, есть надежда, что несмотря на то, что нечестивые ходят, все равно Господь не оставляет и, более того, умножает попечение о своих людях. Умножает.